Добро пожаловать на лекцию, в которой мы хотим понять, что стоит за этим пейлоудом, что стоит за этой нагрузкой, что там внутри происходит этого трояна. Мы хотим на этот троян посмотреть. И мы создаем этот троян на языке C в формате языка C, потому что он мне даст чистый код. Мы пишем msfvenom, который экспортирует эту нагрузку, этот пейлоуд в язык C внутрь файла вот matcx4 port 8443 text. Так я назвал файл, чтобы мне самому было понятно. У нас будет много файлов, мы посмотрим на PowerShell, на экзешники, на Excel. Сейчас мы смотрим на код на троян в формате языка C. И этот троян это Reverse HTTPS, то есть он будет во время запуска подключаться ко мне обратно, к моему Kali, и я буду брать над ним контроль, над этим компьютером. Так давайте посмотрим, что есть внутри этого файла. И мы удивлены, что нету никакого тайного кода. Есть какой-то буфер, какой-то массив с чиселками, с какими-то цифрами. FC это цифры, это в 16-ричной системе просто цифры. Что это за такие цифры. И это все, больше ничего нет. Просто список цифр. И это машинный код. Это код на языке ассемблера, который применимает процессор. То есть мы видим здесь самый низкий машинный уровень команд. Это команды для процессора, что делать. Их легче всего смотреть в языке ассемблер. Но вы должны понимать, что это все числа, которые принимает процессор и трактует их как команды. Давайте посмотрим, что это за числа. Мы можем включить калькулятор, который встроен в Windows 10, чтобы перейти с 16-ричной системой в 10-ричную систему. Чтобы вы не не пугались. Я нажал программер, программист, калькулятор в режиме программиста. Я могу в нем написать, например, число там какое-то, например 10. И вижу, что в 16-ричной системе это буква А. То есть в 10-ричной в нашей системе число 10, а в 16-ричной системе это буква А. И также у нас есть буква Б, С, Д, Е и Ф. Например, буква С это 12. Буква Б это 11. Понятно, 10, 11, 12 и так до 15. Видите, этот калькулятор умеет и в двухричной системе, в бинарной системе показывать чиселки, и в 10-ричной системе, и в 16-ричной системе. Мы привыкли просто все видеть в 10-ричной системе и боимся 16-ричную систему. 16-ричная система это такие же цифры, просто после 9 у нас есть буквы, которые символизируют цифры. До 15. Ф это 15. С 0 до 15. С 0 до F. А вместо 10 у нас А, Б, С, Д. Например, число 48 в 16-ричной системе это 72 в 10-ричной системе. Почему? Потому что когда мы дошли до десятки в 16-ричной системе, это уже 17. Короче, каждая чиселка, каждое число мы можем перевести в 10-ричную систему с помощью калькулятора. Я вам пытаюсь сказать, что это обычные цифры, просто записанные в другом формате, в 16-ричном формате. Я могу перейти в 16-ричный формат, написать 43 и увидеть, что в 10-ричной системе это 67. То есть мы одно и то же число пишем в разных формах. Понятно, как, кстати, я знал, что это 16-ричная система по X. Если есть X перед числом, значит это 16-ричная система исчисления. Это такой стандарт, так принято. Короче, нам этот метр-приттер, этот MSF Venom взял и весь метр-приттер, весь троян дал нам его в формате машинного кода. Вопрос, что мы из этих чиселок можем понять? Это довольно просто, я вам скажу, потому что это стандарт. Есть стандарт x86, x64. Это все стандарты, по которым процессор работает. И мы можем взять и сделать ему Disassembler. Давайте я вам покажу, как это делается. Я копирую в буфер обмена в Copy-Paste весь этот код и иду на какой-то сайт, который умеет делать Disassembler. Давайте я вам покажу. Открываем браузер. Вот я захожу на сайт. Online x86 или x64 это 32 бита, а это 64 битов. Assembler и Disassembler. То есть он переводит все в язык Assembler с машинного кода и машинный код в Assembler. Assembler это язык самый близкий к машинному коду, но нам как людям его достаточно удобно читать. То есть я могу здесь написать команды